Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Отработаешь ядерное топливо – это вовсе не отходно. Это сырье для работы атомной станции Турильдии. Всемирный день гражданской обороны. Реанимация – комплекс мер. Включается в себя непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Общешкольный урок по оказанию первой помощи. Криминальная обстановка за минувшую неделю. Боксерские бои на ринге в Рославле. А теперь об этих и других событиях подробнее. 27 февраля в Сочи стартовал российский инвестиционный форум. В его работе принимает участие смоленская делегация во главе с Алексеем Островским. В первый же день региональные власти подписали с инвесторами несколько соглашений о запуске новых производств на территории моногорода Дорогобуш. В начале года активисты Народного фронта запустили интернет-проект «Генеральная уборка». По сути, это интерактивная карта с указанием адресов конкретных свалок. Стать участником проекта может абсолютно каждый. Для этого нужно сделать фото несанкционированной свалки и поместить его в приложение проекта. 1 марта отмечен как Всемирный день гражданской обороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям России вошло в международную организацию в 1993 году. Имеет в постоянном секретариате представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. Одним из таких мероприятий является обучение населения правилам гражданской обороны. В преддверии этого дня в Десногорске прошло плановое занятие. Подробности в нашем сюжете. Обучение проводят преподаватели курсов по гражданской обороне города Рославль. В соответствии с федеральным законом 28 гражданской обороны, где первой задачей стоит обучение населения вопросом гражданской обороны. Во-вторых, это в соответствии с планом комплектования гражданской обороны на 2017 год. Ну и в-третьих, по системе МЧС 2017 год определён как годом гражданской обороны. Поэтому такое внимание мы уделяем вашему городу. На занятиях присутствовали 109 представителей предприятий и организаций Десногорска. Это уполномоченные по гражданской обороне, председатели и члены эвакуационных комиссий и инструкторы учебно-консультационных пунктов при ЖЭУ каждого микрорайона. Эти категории уполномоченных в зависимости от задач и ответственности в области гражданской обороны проходят обучение один раз в пять лет, в три года и ежегодно. 2017 год в МЧС России объявлен годом гражданской обороны с целью дальнейшего развития единых подходов организации и повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны нашей страны. Наша область присоединилась к Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать». На Смоленщине она проходит впервые. Акция организована Министерством обороны, чтобы укрепить авторитет российской армии и рассказать о преимуществах военного обучения и контрактной службы. В Смоленске проходит необычное состязание по информатике. Его участники – курсанты высших военных учебных заведений, сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Среди них будущие артиллеристы, зенитчики, разведчики и мотострелки. Всего в конкурсе принимают участие шесть команд из разных регионов страны. Олимпиада военнослужащих пройдёт в два тура. Победители в мае представят свои регионы и рода войск на Международной всевойсковой олимпиаде по информатике. 27 февраля во всех школах Десногорска прошли уроки для учащихся 9-11 классов по навыкам оказания первой помощи. Наши коллеги побывали в 4-й школе. Подробности далее. На уроке, посвящённом основам безопасности жизнедеятельности, ребятам рассказали, чем отличаются солнечные удары от теплового, что предпринимать, если человек упал в обморок и как правильно делать искусственное дыхание. Ещё в древности сказали, что сердце и мозг, они слишком хороши для того, чтобы умирать. Поэтому, чем меньше времени мы затратим на то, как быстро мы начнём проводить анимационные действия, тем больше шансов у человека вернуть его в нормальное состояние. Школьников учили оказывать первую помощь в совершенно разных ситуациях. При удушье, обмороке, ранении, если человек тонул или получил тепловой удар. Конечно, многие рекомендации ребята уже слышали на уроках УБЖ. Но повторение в подобных жизненно важных вопросах только на пользу. Это очень важно. Это направлено на то, что когда уже приезжает медицинский работник непосредственно, что уже помощь оказана базовая, если говорить о сердечно-лёгочной реанимации. И мы можем в дальнейшем просто уже помочь дальше действительно наиболее эффективно. Учащиеся должны понимать, что от их правильных действий, от быстроты их реакции будет зависеть то, сможет человек прийти в себя или не сможет, как правильно действовать, как не растеряться. И, на мой взгляд, проведение таких вот открытых уроков очень актуально. Этот единый урок здоровья открывает целый марафон акций и классных часов, которые пройдут на этой неделе в школах. Акцию «Урок здоровья» инициировала Смоленская врачебная палата совместно с региональным департаментом по здравоохранению при участии общественной палаты Смоленской области. До этого в её рамках впервые в областном центре прошёл однодневный семинар с учителями. Эта акция будет иметь продолжение на всероссийском уровне. Блок криминальных новостей. 24 февраля ВАЗ-2110 вылетел во враг и перевернулся. Происшествие произошло в Рословском районе на окружной дороге у деревни Павловка. По словам очевидцев, машину занесло, и водитель не справился с управлением. В Десногорский отдел полиции обратился 37-летний мужчина и сообщил, что когда он возвращался из ресторана, на него напал парень. Юноша повалил его на землю, избил, снял всё золото и отобрал мобильный телефон. Оперативники установили и быстро задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 17-летний житель нашего города. Он признался в грабеже. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Подробнее о криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 121 сообщение о происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 99 административных правонарушений, в том числе 78 нарушений правил дорожного движения. Задержано трое водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. В Починковском районе Черный лесоруб погубил более 20 елок. Ущерб, который он причинил государству, превысил 977 тысяч рублей. Районный суд признал его виновным и конфисковал бензопилу. А чтобы Черный лесоруб возместил ущерб, на его дом и земельный участок наложили арест. В Смоленскую область пытались ввести 6000 роз, зараженных калифорнийским трипсом. Груз к нам прибыл из тепличного хозяйства Витебской области. Всю партию свежесрезанных цветов вернули отправителю. 23 и 24 февраля юные боксеры из Смоленской, Брянской областей и Республики Беларусь приняли участие в открытом первенстве города Рославль. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях, и сейчас мы вам о них расскажем. В турнире приняли участие 120 юных боксеров из Смоленска, Сафонова, Десногорска, Ярцева, гостей из Брянской области и Республики Беларусь. Организаторами турнира выступили руководители Московского спортивного клуба боевых единоборств «Акула». Наш клуб выпустил 10 чемпионов мира, мастеров спорта международного класса, 5 мастеров спорта и 10 кандидатов мастера спорта по разным единоборствам. Решили организовать соревнования в городе Рославль. Именно они финансировали проведение турнира, обеспечили победителей наградами и призами. Возраст юных боксеров очень разный, поскольку организаторы стремились собрать на ринге будущее российского бокса. Наши соревнования направлены больше на молодежь, то есть на ребят, которые еще только начинают свои шаги, первые шаги в боксе. Потому что возможности где-то побоксировать очень мало. Сейчас все упирается в деньги, любая поездка, любое мероприятие должно быть оплачено. Поэтому очень редко. Поэтому решили акцент поставить на именно деток, которые только начали свой путь в боксе. Глеб Сергеев в свои 15 лет боксер со стажем. Из 66 боев, которые он провел в 58, одержал победы. Уже побывал на многих соревнованиях в плане международной, межрегиональной. Был два раза на ЦФО. На России пока что не был. Но ставлю себе цель побывать на России. У 9-летнего Алеши Савицкого 5 боев и 2 победы. А какого мальчика победил? Откуда? Одного из Сафонова и другого вроде бы из Рослова. Но все они мечтают стать в будущем спортсменами и побеждать на ринге. Особенно довольны турниром тренера. Я очень доволен. Наши ребята. Во-первых, у меня очень много новичков. Есть, которые боксеры давно занимаются. Такие уже проехали и по России, и по ЦФО. А есть, которые только новички. Они занимаются 2-3 месяца. Но ребята характерные. Они проявляют характер и побеждают. На этом турнире нам повезло. С Божьей помощью мы одержали 4 крупных таких для нас победы. То есть, я очень доволен. И опять же, я хочу поблагодарить за это организаторов турнира. В зале было необычно много болельщиков. Родители и друзья переживали за своих бойцов и тоже благодарны организаторам. Мы очень рады, что есть такая возможность ребятам собраться, показать свою силу. И большое спасибо организаторам, тем, кто сегодня здесь поддерживал ребят. Все победители получили из рук организаторов медали и грамоты. Они надеются, что такие турниры станут традиционными. В Ярцеве прошел фестиваль необычных саней. Они напоминали скорее произведения искусства, а не средства передвижения. Все чудо-сани отличались оригинальностью и были изготовлены из подручных материалов. Авторы работы в основном – творческие коллективы города. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего канала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok